марсоход nasa персеверанс переживший в ночь на пятницу 7 минут ужаса благополучно опустился на поверхность красной планеты и в ближайшее время займется поиском следов былой жизни в районе древнего кратера езера американский ровер стал третьей научной экспедиции добравшийся до марса за последние 10 дней на прошлой неделе к планете натурально выстроилась очередь сначала на марсианскую орбиту ученые успешно вывели межпланетную станцию аль-амаль вскоре за ней последовал китайский орбитальный зонд теньвэнь-1 теперь их догнал и персеверанс учитывая что до того запуски к марсу удавались лишь четырем космическим державам россия сша индия евросоюз за неполные две недели список стран первопроходцев красной планеты разросся в полтора раза откуда такой внезапный интерес почему именно сейчас и как случилось так что в космической очереди не оказалось российского аппарата почему марс столько масштабного интереса к освоению космоса со стороны целого ряда стран мир не видел уже несколько десятилетий отмечает профессор элис горман советник ассоциации космической индустрии австралии и вице-президент отделения американского института аэронавтики и астронавтики в адалаиде понятно что страна который удастся создать первую марсианскую базу какое-то постоянное присутствие на красной планете навсегда войдет в историю покорения космоса утверждает элис горман хотя зачем ввести туда каких-то колонистов не очень понятно в принципе это кажется абсолютно излишним условия на красной планете крайне враждебны и требуют довольно сложного и дорогостоящего защитного снаряжения поясняет она марс вдвое меньше земли в диаметре и в 10 раз легче разреженная атмосфера планеты непригодна для дыхания давление на поверхности меньше земного в 160 раз климат изменчив а полевые бури иногда почти полностью скрывают поверхность планеты марс привлекает всех ученых и российских в том числе как запасная планета для человечества говорит научный руководитель института космических исследований ран академик лев зеленый если когда-нибудь человек сможет по-настоящему осваивать какие-то небесные тела то это конечно будет марс кроме него из вариантов есть только луна но луна это вообще считай пригород земли объясняет зеленый а вот до других планет я не вижу куда человеку можно лететь дальше марса но где же россия на фоне такого активного интереса к марсу отсутствие в космической очереди российской миссии выглядит довольно странно в конце концов первую относительно мягкую посадку на красную планету в 1971 году удалось совершить именно советским инженерам впрочем аппарат проработал меньше минуты после чего связь с ним пропала более того в списке основных задач федеральной космической программы создание непрерывного и устойчивого сообщения с луной и марсом идет первым номером россия стала готовиться к следующей экспедиции второму этапу миссии экзомарс совместно все с тем же европейским космическим агентством учитывая что удобное окно для полетов когда расстояние между орбитами земли и марса становится минимальным открывается примерно раз в два года старт запланировали на 2018 год однако расчеты оказались слишком оптимистичными и запуск решили отложить еще на два года до 2020 таким образом российский аппарат не только стоял в той самой космической очереди к марсу но еще и сильно заранее занял в ней место но тут говорит лев зеленый россиянам опять не повезло наш посадочный аппарат испытывался в италии и пик испытаний пришелся как раз на начало самых жестких карантинных мер а значит наши специалисты практически потеряли возможность приезжать туда для калибровки рассказывает научный руководитель ики и мы не полетели в этой команде что очень жаль конечно но должны полететь в 2022 году значит ли это что россия проигрывает в космосе другим странам эксперты сходятся в том что хотя исследования марса невероятно интересны с научной точки зрения особого практического смысла в освоении и уж тем более колонизации красной планеты пока нет ведь долететь туда все равно не сможет ни один экипаж причина в пронизывающей галактику смертельно опасной космической радиации на земле от нее спасают атмосфера и магнитное поле планеты а вот в открытом космосе укрыться негде до луны еще можно добраться без особого вреда для здоровья если правильно выбрать время и место посадки благо лететь не очень долго а вот полет красной планете при самом лучшем раскладе занимает не меньше семи месяцев это надо за собой тащить тяжелые свинцовые блоки что при современном развитии техники невозможно размышляет академик зеленый или как предлагал еще королев баки воды но как ее потом тащить обратно между тем лучевая болезнь в космосе развивается намного быстрее чем на земле поскольку значительно жестче само излучение невидимые глазу частицы высоких энергий на огромной скорости пронизывают организм превращая его в решето в результате как показывают опыты на лабораторных животных в первую очередь сильно страдает мозг а значит отдаленные последствия облучения уже не так важны за время путешествия космическая радиация с высокой долей вероятности просто сожрет экипаж заживо и хотя в добровольцах готовых отправиться на марс в качестве первых поселенцев недостатка нет по словам академика зеленого волонтеры просто до конца не понимают грозящей им опасности радиация это что-то такое невидимое и неслышимое объясняет он люди боятся огня еще чего-то что можно увидеть понюхать пощупать они видимые опасности кажутся нам абстрактными радиация это что-то непонятное как вирус кстати которого тоже многие не боятся пока сами не заболеют пилотируемые космические путешествия в целом излишне романтизированы говорят эксперты на самом же деле они очень опасны а с практической точки зрения еще и довольно бессмысленны освоение же красной планеты по мнению большинства экспертов нужно оставить роботом таким как кьюриосити или только что приступившему к работе персеверансу удастся ли американскому марсоходу отыскать там следы жизни неизвестно но по словам ученых даже не это главное главное то что любые полученные результаты не достанутся какой-то отдельно взятой стране а послужат на благо всего человечества а значит и страны занимающиеся космическими исследованиями друг другу не конкуренты а скорее союзники спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира